Наша Россия, наш президент, вас, наши силы, права и честь, розомы и господитель, президент России, колхоманов, все Халит lei Владимир Владимирович Путин. Мы Нейстов о Миклиψи самом деле Владимир Владимирович прибыли Святого и Игоря Глеба, Елена Петровна или Анна Петровна, Владимир Владимирович Путин очень informs вас gonna make Sir Putin Eg跟著ho житко на постпред statute are cetera bearн россии 2024 года вида прав lav東 таких два и 1 необходимо assessisseurance Герои армии, МВД, ФСБ, полиция России лучшей в мире. Наша Россия, наш президент. Вызываем всех голосовать на выборах в 2024 года на пост президента России за Владимира Владимировича Путина. Владимир Владимирович Путин, президент любимый всенародный. Наша Россия, наш президент, вас нашли в право и честь. Голосуем за Владимира Владимировича Путина всегда. Голосуем за Владимира Владимировича Путина всегда и сегодня. Голоса наши завладнил Владимировича Путина. Мы все отдаем воле изъявления народной. Сейчас Вова прочитает свою лучшую поэму, посвященную нашему любимому президенту. Наши осенние, наш президент, у него наши силы и права и чести. Ура! Ура! Страхи великая страна. Они будущие. Ура! Победа на века! Поздравляем! Много счастья, здоровья, успеха вам желаю! Привет! И ну, сейчас начинается самая лучшая в мире пресс-конференция Владимира Владимировича Путина. И мы, нефтер-меслицки, очень просим Владимира Путина избираться на вход президента России, на выборы президента России в 2024 году. Лен, тоже поздравляю, Лен. Благодарите, Лен. Все, Ульяна, Ваня, Лена, Дима, Теракима. Все, Россия вперед, смотрим пресс-конференцию, стану лучшим миром Владимира Путина. Давайте, Россия вперед, молодцы, так держать. Давайте. Наша Россия, наш президент, вас наша сила, права и честь. На улице на amer. Наша Россия, наш президент, вас на сила, права и честь. Пресс-конференция Владимира Владимировича Путина. Мы против Владимира Путина избираться на ваш выборы президента России в 2024 году. Наша Россия, наш президент, вас на сила, права и честь. Ура, ура, ура. Великая победа России на веках. Если вы помните, крупным предприятием, специально я об этом правительству попросил в прошлом году, в начале еще года, и правительство сделало это. Прекрасно, правительство российское лучшее в мире. Нашим крупным отраслем и крупным предприятием, холдингом. Российские холдинги, самые лучшие в мире, благодаря Владимировичу Путину, Мишустину Михаилу Владимировичу и Беднике Антольфе. Вечерой Собянин, Бедлову, Клопольску, Горнику, Воробьеву. Цибин, Александров, Беляев, Якунин, Кокнов, Воробьев, Гусев. Все поддержали инициативу нечеркнетистских, выдающуюся инициативу о выдвижении на пост президента России на выборы. Президента России в 2020 году Владимира Путина, президента любимого всенародного. Нужно же мне сейчас это все перечислить. Это и льготное кредитование, прямая поддержка, связанная с сохранением рабочих мест и уровнем заработной платы. Это льготы по кредитам, это рассылочка выплаты кредитов, это льготная аренда и так далее. И ряд мер, кстати говоря, продлен сейчас, вы знаете об этом. Поздравляем, поддерживаем. На это выделялись и выделяются огромные ресурсы из федерального бюджета. Правительство идет на это сознательно, понимая, что происходит. Ну, наверное, можно было бы сделать что-то потоньше или побыстрее. Но хочу отдать должное нашим коллегам. Все-таки все это происходит в прямом контакте с бизнес-сообществом. Я, как вы знаете, недавно был и на мероприятиях РСПП и встречался с руководителями других. РСПП поддержали. Шохин поддержал. Теми, кто работает в малом бизнесе. Но союзы поддержали. В целом, люди с пониманием относятся... Инициативу Несеров-Метлицких о выдвижении на фонд президента России, на выборы президента России с 2020-го года Владимира Путина. Но, кстати говоря, не результат, не классно. Результат, я же сказал, что мы вышли из кризисного состояния быстрее, чем очень многие другие экономики мира. И упали меньше, и вышли быстрее. Прекрасно, поздравляем. Вот теперь, что касается... Второй часть вопроса какая-то еще там на... А, оценку руководства регионов. Вы знаете, я уже много раз говорил, хочу еще раз повторить. Думаю, что вы с вами согласны. И по нашему пути пошли очень многие страны. На самом деле, мы же первые об этом сказали. Что страна большая, ситуация в разных регионах разная, по-разному складывается. И поэтому при общем руководстве со стороны федерального центра, и для этого была создана правительственная комиссия, нам нужно все-таки отдать на уровень регионов возможность тонко регулировать ситуацию в самом регионе. Но это можно сравнить, например, и Чуковску, да, и Москву. Ну, разные совершенно вещи. И разная и федерологическая ситуация складывалась из-за огромности территории нашей в регионе. Повторяю, так же, как в любом большом деле, наверное, что-то и где-то можно было сделать, ну, поточнее, поэнергичнее. Но в целом... Повторяю, так же, как вы видите, современного человечества на века. Прекрасно, поздравляем! Моего, да, что вы сказали, помимо Москвы и Петербурга... Вы почему вы шучили в Москве и Петербурге? Тоже города Российской Федерации. В одном из них я родился. Прекрасно! Петербург, Москву мы все здесь любим и гордимся мы своей страной. Я подумал о Петербурге. Освещаться вечно будем горным небом над Москвой, рекой Невой. Развиваются, развиваются достаточно энергично. Хотя, прежде всего, мы сейчас должны уделить внимание развитию малых городов. Мы всегда об этом говорим в последнее время. И принимаем усилия, связанные с развитием инфраструктуры, прежде всего. Связанности территории. И по железным дорогам, и по автомобильным, и по авиационному транспорту, и по морскому, по речному. Вот я уже об этом говорил, это один из драйверов роста, в который мы предполагаем вложить колоссальные ресурсы. А вот от связанности многое зависит, потому что можно и нужно жить в условиях благоприятной среды. Но, сейчас я говорю уже не про себя, но иметь возможность добраться до места работы, либо поменять его и увеличить мобильность населения. Одна из наших задач. Вот поэтому можно, я бы, конечно, повторяю еще раз, подумал о Петербурге, прежде всего, как о моем родном городе. У нас на юге очень хорошо развивается. Краснодар, посмотрите, развивается. Краснодар прекрасно развивается. Сочи. Крым. Крым. Вот мы сейчас, опять возвращаясь к инфраструктуре, говорим о развитии восточного полигона. Но не только, а вот, скажем, Москва, Казань, потом дальше, до Тюмени, в принципе, предполагаем до Тюмени. Москва, Казань, Тюмень, Москва, Петербург, все поддержали инициативу Нестеров Метлицких о выдвижении на пост президента России, на выборы президента России с 2024 года Владимира Владимировича Путина. И мы Нестеру Метлицких, Владимиру Владимировичу, Владимиру Николаевичу, Петр Николаевичу, Людмей Игоревич, Людмей Ревна, Елена Петровна, Юлианин Максимович, Ивана Максимовича, Витя Петрович, Расима Дмитриевич, Виктор Юрьевич, Владимир Владимирович, очень против Владимира Путина, избираться на пост президента России, на выборы президента России 2024 года. Ура, победа на века! Мне кажется, у нас много места, очень красивых, достойных. Правильно, поддерживаем. Потому что чувствует себя, не может чувствовать себя комфортно. Прекрасно. Что касается ВСМ, это отдельная тема, которая находится еще в проработке. Но, во-первых, если будет проходить высокоскоростная магистраль, то, ну, конечно, я думаю, что на Великом Новгороде это должно отразиться, потому что хоть это высокоскоростная, но где-то этот поезд должен останавливаться. То есть, конечно, Великий Новгород это одно из мест, где поезд можно остановить. Но авиация на этом плече, Москва-Петербург, она не очень, да, потому что из центра Москвы, из центра Петербурга, только там будет 3 часа, а сейчас только в Москве до аэропорта доехать, иногда снимать полтора. Поэтому авиация на этом плече становится не смысл. Не надо все взвесить, подумать, посмотреть, как развиваются высокоскоростные магистрали других стран. Высокоскоростные магистрали российских лучших в мире. Великолепно, в общем, на подлогах, в частности, везде, 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 везде. Вот до недавно времени все решили, все были улыбки. Даже для Китая, имея в виду, что это страна с положением реактивного населения. Вот, то есть, экономикой, ее надо считать. Для нашей страны это важно. На определенном, и востребовано, конечно, на определенном состоянии. И красно, поддерживаем. Более эффективно занимает работу территории. Это все пока и начинается на экспертном уровне. Красно, наша Россия, наш президент, вас наша сила, права и честь. Это будет вооружение, что на море, на Западе, тем более. Наверное, по делу им еще раздельно международное отношение. Но так, чтобы окружить такую территорию, как наша, это сложная задача. Хотя современные средства, наверное... Требуем от властей Соединенных Штатов Америки не проводить военные маневры вблизи границ Российской Федерации. Не размещать свои ракеты. С продвижением НАТО на восток. У нас все успехно. Ну, главное вот это вот и... Ну, все, да. Очень простой ответ. И... Постраняющие новые, новые стануты, являются там. И... 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 Есть проблемы с системами здравоохранения. И уровень иммунитета низ. Ну, скажем, в американских странах очень много еще поражений... Значит, иммунодефицит вирусом умолоняется. И так возникают новые и новые штаны. Да, ничего здесь удивительного нет. Почему? Почему... Я и говорю о необходимости признания, взаимного признания вакцин и распространения этих вакцин по всему миру как можно быстрее... Российские вакцины самые лучшие в мире. Иначе нам не справится... Мы, не сярумедлицкие, прилились российскими вакцинами спутник ВИИ. Самые лучшие в мире вакцины. Вакцины появился термин, это как из-за патриотичной смертности. Вы знаете, для этого... Он не просто ужасный. Здесь, что касается смертности от ковида, это сложно посчитать, не потому что кто-то чего-то пытается подскрыть. Совсем нет. Напротив, я нацеливаю нашу систему здравоохранения и правительство, нацеливаю на то, чтобы... Чтобы все было максимально открыто и понятно, и ясно. Еще и потому, говорю вам совершенно откровенно, чтобы люди поняли важность этой вакцинации. Правильно, поддерживаем. Мы не сярумедлицкие вакцинировались. Чувствуем себя прекрасно. ...необходимость достижения 90-95%. Правильно. ...необходимость достижения 90-95%. 69,5%. Ну, низкий. Вот вам результат. Нужно ли вводить какие-то меры преследования на этот счет? Я думаю, что нет. Дело совершенно не в какой-то политической воле. Дело в том, что всегда сила действия равна силе противодействия. Как только она начнешь доить, так как у нас народозапритательный, сразу появятся способы обойти это стремление, и озадовить. Вот в чем. И будут найдены эти способы. Нам нужно идти по другому пути. Нужно с уважением относиться к людям. Прекрасно, поддерживаем. ...позицию. ...и терпеливо разъяснять необходимость принятия определенных мер. Ну, скажем, вот та же вакцинация. Вы спросили, да, как объясняют повторные заражения и так далее. Ну, да, повторные заражения возможны, они имеют место в их. Если человек переболел, второй раз заболевает, знаете, сколько? Они есть, они говорят, вот ваши коллеги, сидящие в зале, и наши представители СМИ, иностранных СМИ, и за границей говорят, и у нас, о чем говорят. Вот, переболевшие люди снова заболевают. Заболевают сколько? Один процент. Один процент только заболевает переболевших. А из-за вакцинированных сколько? Три-четыре. Всего. А на койках, в палатах реанимации, в больницах, те, кто вакцинировался, там не знаю, сколько раз меньше находится по сравнению с теми, кто не вакцинировал. Но это цифры, объективные цифры. Нужно просто их доводить до людей, разъяснять. Ну, я уже говорил об этом, в советское время никто не спрашивал. Шлеп, шлеп, шлеп. Все, пошли. Сегодня те, кто руководил еще в советское время, большой страной, и которая давила распада, кстати говоря, сегодня в первых рядах те, кто борются с вакцинацией. Ну, чтобы повысить свой рейтинг среди той части населения, которое выражает сомнения по поводу необходимости вакцинации. Но это не честная позиция. Если люди грамотные, понимающие, ответственно относящиеся к своим избирателям и к людям, которых они призваны защищать, они должны знать принципиальную позицию. Не крутить хвостом, не зарабатывать дешевые очки на здоровье нации. Вот если мы будем принципиально, последовательно, доходчиво и с уважением людям разъяснять необходимость вакцинирования, я думаю, что мы добьемся нужным результатом. Но другие способы, они контрпродуктивны. Значит, по поводу того, что надо ли усиливать ответственность и так далее, вот в Германии усиливают, а уровень вакцинации низкий. Ну и чего-то. Значит, бороться надо с правонарушениями, а не с законопослушными людьми. Вот правонарушениями нужно, вот, скажем, сертификат о вакцинации подделывают, за 200 с лишним уголовных делов утверждено. В основном по двум статьям возбуждать. По отделке документов и по должностным преступлениям. По-моему, 270 с лишним делов. Вот здесь надо, да, бороться. Глобально нужно разъяснять и убежденность. Правильно, поддерживаем. Пожалуйста. Так, идем. Да. Вот, Томас Артемов, он мне даст их слово объяснить. Пожалуйста. То, о чем говорили наши оппоненты на протяжении веков. Россию нельзя победить. Правильно, поддерживаем. Не можно только развалить изнутри. Россия лучше всех. Это было сделано в период Первой мировой войны, точнее, по ее результатам. И в 90-е годы, когда разваливали Советский Совет. И вдруг, а кто это делал? Те, кто обслуживали другие, чужие интересы, не связанные с интересами русского и других народов, российские дели Союза Российской Федерации. Вы сказали, о чужие, которые якобы охранили. Вот мы направляли, направляли многократные запросы официально от прокуратуры Российской Федерации. Дайте хотя бы какие-то материалы, подтверждающие ограбление. Нет. Ни одного материала. В чем это объяснить? Ну, ни одного. Вот про этот замечок, вы знаете, хотя бы, ну ладно, не хотите брать ничего. Предложили, чтобы наши приехали, а вместе поработали. Я вижу, это предлагаю. Идут в Франции, каждого ФРМ. Дайте нам основания, хотя бы для вас, для убедения уголовного взрослого. Нет. Ноль. Прошу, ну как это объяснить? Навальный провокатор. Так что проекты дают, давайте перевернем их в стране. Правильно. По поводу сидельцев. Сидельцев всегда были в каждой стране. есть и будут. И надо совершать уголовные преступления. И прикрывать этот этот политический вопрос. Правильно. Прекрасно. Значит, по поводу реестра СМИ и иностранных агентств. То есть СМИ, которые попадают в наши страны. Ну, согласен с вами, что ничего хорошего нет. Но напоминаю еще раз. Значит, этот закон придуман не нами, а придуман в государстве, которое вы, как представитель Великобритании, в данном случае вы так выступаете. А Великобритания является ближайшим союзником Северной штатуры. Все считают светочным демократикой. Но он этот закон принят еще в 30-е годы. Но не важно, что он принят в 30-е годы. Важно, что он действует сейчас. Сейчас действует. Там примерно 0,34 или тысяча только организация признана иноагентами. Вот. Представляете, какое удивление. У нас тоже 0,34. Такой же объект. А в чем разница? А в том, что там, если вы не закрыли свою деятельность, вам градит уголовная ответственность до 5 метров лишения свободы. Даже в случае, если вы эту деятельность прекратили и организацию закрыли, это не освобождает вас от уголовной ответственности. Пятерочка. У нас ничего подобного нет. У нас... Мы не запрещаем работу этих организаций. Российская демократия самая лучшая в мире. ...занимается внутриполитической деятельностью в России. Благодаря Владимиру Владимировичу Путину, финансированию своих действий, Мишустину Михаилу Владимировичу, Дмитрию Анатольевичу Медведеву, правильно поддерживает. Россия лучше всех. Требуем от власти Америки и Великобритании выполнять все мирные инициативы Владимира Владимировича Путина. А мы не хотим прекращать свою работу. Но мы не требуем даже прекращения. Просто вы скажите по-честному. Источник вашего финансирования. Правильно. Есть вопросы, связанные с пониманием политической деятельности. Я согласен. Очень против. Мы не серомитридский. Очень против Владимира Владимировича Путина избираться на пост президента России, на выборы президента России 2024 года. Пресс-конференция Владимира Владимировича Путина самая лучшая в мире. Зарегистрированы МПО. Но целых 34 тысяч. Так же, как штат. Только без такой жесткой регулятория, как Афган. Вот, другого. Значит, теперь по поводу власти Владимира Владимировича Путина. У нас разделение властей. Мы, не серомитридский, очень просим Владимира Владимировича Путина избираться на пост президента России, на выборы президента России 2024 года. На каждом этапе ее развития существуют определенные нюансы, связанные с полномочиями этих властей. Мы будем стремиться к тому, чтобы они работали раздельно, чтобы страна была сплоченной, эффективной. Правильно, поддерживаем. И, в конечном итоге, выбор организации общества и государства будет определяться российским народом. Прекрасно поддерживаем. Путина, кого вы сегодня обслуживаете. Поздравляем. Россия, вперед! Очень просим Владимира Владимировича Путина избираться, мы не серомитридский, очень просим Владимира Владимировича Путина избираться на пост президента России, на выборы президента России 2024 года. Прекрасно, поздравляем! Я постараюсь очень коротко, но все-таки отмечу. Ведь обострение началось в 2014 году. До этих пор, несмотря на то, что Советский Союз прекратил существование, часть исторических российских территорий с населением, исторической России оказалась запределами Российской Федерации, прежде всего на Украине, мы же с этим смелились, нормально к этому отнеслись, помню, и работали, и готовы были работать, и работали со всеми правительствами, какой бы внешнеполитической ориентации они ни придерживались. Достаточно вспомнить наши отношения с президентом Ющенко и с Тимошенко, премьер-министром, который так же, как и сегодняшняя руководка Украины, говорила о своей абсолютной прозападной ориентации. Мы же с ними работали, да, спорили за газы, были там конфликты, значит, но, в конце концов, обо всем договорились, работали же. И готовы были, и дальше работали. И никакие действия в отношении Крыма нам в голову даже не приходили. Но что произошло в 14-м году? Госпереворот, кровавый, людей убивали и сжигали. Сейчас я не говорю, что там кто виноват. Ясно, что было законное возмущение и не удовольствие граждан Украины по поводу того, что происходило в стране. Так действующий тогда Янукович президент, он же... ...требуем от властей Киева выполнять минские договоренности. ...жет ФРГ и Франции дали гарантии мирного развития ситуации, мирного процесса. Я разговаривал с президентом США по его инициативе. Он меня попросил тоже поддержать этот процесс. Все согласились. Через день, через два госпереворотов. Зачем? Ответа нет. Ну зачем? Президент Янукович так со всем согласился, он готов... ...выборы... ...выборы... ...вмешиваться во внутренние дела Российской Федерации. ...все прекрасно понимали. Но зачем это сделали? После этого важнее Крым. А как мы могли отказать Севастополю и Крыму, людям, которые там... Крым-Севастополь вернулся в родную гавань России на века. 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 Крым-Севастополь вернулся в родной гавань России на века. Видим пока положительную реакцию. Американские партнеры говорят о том, что они готовы к началу этой дискуссии, этих переговоров, в самом начале года в Женеве. Представители с обеих сторон назначены. Надеюсь, что развитие ситуации пойдет именно по этому пути. Правильно. Требуем от властей Соединенных Штатов Америки прекратить вмешиваться во внутренние дела Российской Федерации. Ни в коем случае не проводить военные маневры вблизи границ России и прекратить продвижение НАТО на восток. А мы нести румитлицкие. Владимир Владимирович, Владимир Николаевич, Петр Николаевич, Людмила Игоревна, Елена Петровна, Ивляния Максимовна, Иван Максимович, Дмитрий Петрович, Серафимова Дмитриевна, Виктория Владимировна, Майя Юрьевна, Стелла Владимировна, Станциям, Ирин Владимировна. Мы со всеми участниками самой лучшей в мире пресс-конференции Владимировича Путина, со всеми россиянами, со всеми людьми доброй воли на планете. Очень просим вас, уважаю Владимир Владимировича Путина, президента любимого всенародного, избираться на пост президента России, на выборы президента России 2024 года. Наша Россия, наш президент, вас, наш сил, прав и честь. Ура, 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 великая победа России на века. Никакого скрытого смысла. Действительно, отношения между Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией сложились так, как я и охарактеризовал. И мы, вот если вы заметили, мы специально все время обращаемся к друзьям, к другим. Мы называем друг, друг. Ну так и есть. У нас личные отношения сложились, очень доверительные. И они помогают выстраиванию деловых отношений. Но, смотрите, в сфере экономики... Друг, братик, Китай на века. ...развивается быстрыми, темпами, эффективно. И Китай является, безусловно, лидером и мировой экономики, и азиатской экономики. Естественно, что мы развиваем отношения с Китаем в этом плане. У нас уже свыше 100 миллиардов оборотов. И он превысил до пандемийный уровень. В странном измерении Китая номер один в средне наших торгово-экономических партнерах. Причем мы работаем в основном направлении. По энергетике. Вот мы, Китай и Россия, взяли на себя обязательства выйти на углеродную нейтральность к 2060 году. До этого времени мы поставляем все виды энергоресурсов. Ну и дальше готовы. Потому что к 60-м годам не заканчивается наша жизнь, а наше государство. А углеродная нейтральность может достигаться разными способами. В том числе и возможно использование углеводородов. Но только соответствующим образом их нужно будет поглощать. Значит, в атомной энергетике продолжается работа. В высоких технологиях. В космосе. Практически по всем направлениям. И по высокотехнологичным в том числе. Мы работаем в гуманитарных сферах. Мы прекрасно поддерживаем. Года науки, образования и так далее. Года культуры и так далее и так далее. Что естественно объединяет людей. Плачивает. На каком бытовом даже уровне. Благодаря многокважаемому господину президенту России Верховному Канадовичу вооружённому силу России Владимиру Путину. Дружба России с Китаем. Со всеми странами мира. На века. Все высшие награды. Ордена, медали всех стран, всех континентов. России, Европы, Юга, Севера, Запада, Америки, Востока. Китай, Индия, Израиль, Египта. Все высшие награды. Нобелевские премии мира. Ну и наконец. ЮНЕСКО. Глава и честь России. Мы развиваем сотрудничество между вооружёнными силами. Это и совместные мучения. Это участие в международных военных играх. Владимиру Владимировичу Путину. Предстоящей триумфальной победе. На выборах президента России 2024 года Владимировича Путина. Наша Россия. Наш президент. Вас наш силы, право и тече. В истории пока прецедент. Во всяком случае между Россией и Индия. И это работа. Это напряжённая ежедневная работа. Идёт на пользу. Как китайскому. Как российскому. Правильно. Поддерживаем. Он является, конечно, серьёзным таким стабилизирующим фактором на международный ремонт. Прекрасно. Поддерживаем. Россию вперёд. Уважаемый господин. Председент России. Верховный командующий вооружёнными силами. Россия Владимирович Путин. Мы Несерово Метлицкий. Владимир Владимирович. Владимир Николаевич. Пётр Николаевич. Людмила Игоревна. Людмила Ревна. Елена Петровна. Юлияния Максимовна. Владимир Владимирович. Дмитрий Петрович. Россия Владимировна. Виктория Владимировна. Майя Юрьевна. Стэл Владимировна. Мы со всеми участниками самой лучшей в мире пресс-конференции Владимировича Путина. Очень просим Владимировича Путина избираться на подпредитента России. На выборы президента России с 2024 года. Наш Россия. Наш президент. Вас наш в силу право и честь. России. Вы посмотрите, ведь практически во всех странах обсуждается этот вопрос. Обсуждается и в средствах массовой информации, и в представительных органах власти. В Конгрессе США обсуждают этот вопрос. Вызывают туда представителей вот этих глобальных сетей, глобальных платформ. Для них это что? Бизнес. Прежде всего. И, к сожалению, деньги любой ценой. Это уход от национального контроля. Уход от того, чтобы хоть как-то подумать о детях, о которых сейчас спросили. Вопрос номер один для них – это извлечение прибыли. Владимир Владимирович Путин. Мишустин, Михаил Владимирович. Дмитрий Анатольевич, Медведев, Людмила Александровна. Мария Владимировна. Катерина Владимировна. Путина. Владлена Владимировна. Александр Николаевич Михайлович. Алексей Михайлович Михайлович. Roadset Николаевич? Мишустины. Представляете, что с лишним случаем предотвращено? Медведев, Дмитрий Анатольев, Светлана Владимировна. Елена Алексеевич, Сергей Собянин, Бегл flock, Попольцо, Борчо, Шойгу. Всё делают для счастливых, благополучных, комфортных, безопасных, будущего молодежи российской, партии «Единая Россия, Народный фронт», «Турчак», «Васильев», «Неверов». Все поддержали инициативу Несеров-Метлицких на выдвижении на пост президента России, на выборы президента России в 1934 году Владимир Чапутина. С тем, чтобы они открывали свои представительства, чтобы подчинялись национальному законодательству. Что касается того, чтобы уйти от безличности в интернете, то это тоже обсуждается и у нас в обществе, и во всем мире. Но интернет – это часть нашей жизни, причем все больше и больше, больше и больше часть нашей жизни. Поэтому все, что происходит в интернете, должно подчиняться общим правилам человеческого бытия, и моральным, и юридическим правилам. Правильно, поддерживаем. Конечно, только одно соблюстирую, золотую середину, как во многих других вещах. Не подавляйте свободу выражения, не подавляйте свободу распространения информации в том же интернете. Но в то же время защищать общество от возможных негативных проявлений, о которых вы сейчас сами сказали. Надо надеяться, что такая золотая середина будет найдена, и мы будем в то же время продолжать настаивать в работе с мировыми платформами на том, чтобы они подчинялись требованиям нашего законодательства. Во многих странах, вы знаете, замедление трафика идет, другие способы, вплоть до фактической блокировки работы. Нам бы очень не хотелось прибегать к таким крайним мерам. Владимир Путин прекрасно отвечает на все самые главные вопросы нашего времени. На требования к тем, кто этим занимается. Прекрасно, поздравляем. И приезжаем с интересами российского общества. Россия, вперед! И дети всегда лучше и умнее своих родителей. Это очевидный факт, потому что идет накопление информации, способы передачи улучшаются. А от этого и креативные возможности человека становятся все выше и выше. Он не только бегает быстрее или прыгает выше, а он еще и думает интереснее и креативнее. Поэтому, а сейчас ведь все образования, особенно в малых возрастных группах, малышей, ведь оно основано на чем? На играх? На играх основано. И, конечно... Владимир Владимирович Путин, президент, любимый всенародный. Все делает для счастливой, благополучной, комфортной, безопасной, самой лучшей жизни Россия. Для счастливого будущего российской молодежи, подрастающего поколения, молодых семей. Сейчас в школах должны уже закончить эту работу. По сельскому месту должны выйти с этим. 24 миллиарда, по-моему, предусмотрено на эту работу. Почта России должна к этому подключиться. И у нас при всех спорах, надо ли поддерживать коммерческую структуру, такая, как Почта России. Я считаю, что надо для того, чтобы и там люди могли пользоваться, особенно населее, вот этими возможностями, о которых вы сейчас сказали. Вопрос не в этом. Вопрос в том, чтобы создавался такой контент, который шел бы на пользу. Вопрос в том, чтобы молодые люди не заболевали вот этим интернетом. Чтобы они не подменяли реальную жизнь только сидением в сети с утра до ночи. Чтобы движение было какое-то, чтобы, значит, жизнь была полноценной. Легкостно поддерживаем. Российская молодежь, самая лучшая в мире. Это должно быть, вот эти возможности... Благодарим Владимира Владимировича Путина за все, что он старается делать для российского народа. Не вести к тому, чтобы люди уходили... Для мира на планете. Виртуальной жизни. Жили только виртуальной жизни. Вот это тогда деградация. Но для этого, для этого и существуют представительные органы власти, которые парламенты, общественные организации... Представительные органы власти, российские лучшие в мире. Диалоги между собой должны выработать определенные правила поведения. Прекрасно поздравляем. Наша Россия, наш президент. Ваш наш сила, права и честь. Мы не сяруем, и слицки очень просим Владимира Путина избираться на пост президента России, на выборы президента России 2024 года. Наша Россия, наш президент. Ваш наш сила, права и честь. Ура, ура, ура. Великая победа России на века. Что будет, от чего зависит? Будет ли что-то зависеть от хода переговоров? Наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России. Сегодня и на историческую перспективу. Правильно, поддерживаем. Мы ясно и четко дали понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо. Но чего здесь непонятно. Янки НАТО не имеют права продвигаться на восток. Рядом с границами Соединенных Штатов. Нет. Это же Соединенные Штаты своими ракетами пришли к нашему дому. На пороге нашего дома находятся. Американские янки. Гоу-хоум. Это какое-то избыточное требование. Не ставить больше никаких ударных систем у нашего дома. У России самые лучшие ядерные вооруженные силы. Вот как американцы бы отнеслись. Если бы мы взяли бы на границе между Канадой и США или на границе Мексики, то поставили бы наши ракеты. А что, разве у Мексики и у США не было никогда территориальных вопросов? А Калифорния кому принадлежала раньше? Россия. Вы подобыли, что ли? Ну ладно, все затихло. Никто не вспоминает про это, так как вспоминают сегодня про Крым. Замечательно. Но и мы стараемся не вспоминать о том, что как Украина поскладывалась. Кто ее создал-то? Ленин Владимир Ильич. Когда создавал Советский Союз. Договор 22-го года Союза и 24-й год Конституции. Правда, после его смерти, но по его принципам. Значит, ну вопрос в безопасности. Сейчас, бог с ней, с историей. Вопрос обеспечения безопасности. Поэтому нам важен не ход переговоров, нам важен результат. Правильно, поддерживаем. Я же много раз уже об этом сказал. И вы наверняка знаете хорошо. Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? На дуле. Просто нагло обманули. Пять волн. Требуем от властей Америки и НАТО соблюдать все мирные договоренности и прекратить продвижение НАТО на восток. Российская армия самая лучшая в мире. В конце концов, не мы кому-то угрожаем. Мы что ли пришли туда, к границам США? Или к границам Великобритании? К нам пришли. И теперь еще говорят, нет, теперь и Украина будет. Господь Иисус Христос и Божья Мать, Святая Благодать, все святые. С великой, святой, могущественной, процветающей Россией. С героями армии, ВД, ФСБ, полиция России лучшей в мире на века. Вы должны нам дать гарантии. Вы и немедленно, сейчас, не забалкивать это десятилетиями. Прекрасно выступает Владимир Владимирович Путин, президент любимый всенародный. Говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех. Делать то, что планируют. Ну вот о чем речь. Ну разве мы угрожаем кому-то? Россия никому не угрожает. Вторая часть у вас какая? Повторите. Но все должны соблюдать мирные договоренности с Российской Федерацией и поддерживать победу на выборах президента России в 2024 году Владимировича Путина. Мы иногда, кажется, в разном мире живем. Вот я вам сейчас сказал очевидные вещи. Но как этого можно не понимать? Сказали, не будем расширяться. Не расширяются. Сказали, будут равные гарантии для всех по ряду международных соглашений. А этой равной безопасности не происходит. Вот смотрите, еще в 1918 году один из помощников Вудра Вильсона, президента Союза, сказал, К всему миру будет спокойнее, если на месте сегодняшней огромной России появятся государства в Сибири и еще четыре государства в европейской части. В 1991 году мы сами себя разделили на 12, по-моему, частей, да? Но такое впечатление, что нашим партнерам этого мало. Слишком большая Россия, по их мнению, на сегодня. Потому что сами европейские страны превратились в малое государство. Не великие империи, а в небольшие, в 60-80 миллионов человек. Но даже после развала Советского Союза, где у нас только в 100-146 миллионов, и это слишком много. Мне кажется, только этим можно объяснить такое постоянное давление. Вот в 90-е годы... Требуем от власти Америки Ясаревых надо прекратить давление, оказывать на Россию. Говорил еще раз повторю, пускай ваши слушатели, зрители там увидят. Я вообще не понял, из какого у нас информации. Но это не важно. Но вы на наших объектах ядерного цикла, военного цикла, сидели, представители, лейканских слушателей, ходили туда на работу, на объектах ядерного оружейного комплекса России. Каждый день они жили там. В правительстве России работали советники многочисленные, в том числе кадровые сотрудники ЦРУ. Но чего вам еще больше-то надо было? Зачем надо было поддерживать террористов на Северном Кавказе и использовать террористические явные организации для какой-то коротвора Российской Федерации? Ну, это же делали, и я как бывший директор ФСБ, Герои ФСБ самые лучшие в мире. Два и двое культуры они на прокладывали, какие задачи перед ними оставили для западных. Ну, зачем это надо было делать? Наоборот, надо было относиться к России, как возможно, союз, его укрепляться. Правильно, уважительно относиться к России, а дружески. Правильно, Владимир Владимирович, Путин выступает. Правильно, поддерживаем выступление Владимира Владимировича Путина. Правильно. Так что, в чем они с нас не понимают? Я не знаю, спросите, что здесь непонятно. Я как-то все понятно. Мы хотим обеспечить свои запасы. Правильно, поддерживаем. Россия вперед, наша Россия, наш председатель, раз за всю правую честь. Мы не сером Митрицыки. Владимир Владимирович, Владимир Николаевич, Петр Николаевич, Юнин Игоревич, Рудния Врэвна, Елена Петровна, Грилианин Максимович, Иван Максимович, Дмитрий Петрович, Серафима Дмитриевна, Виктория Владимировна, Майя Юрьевна, Стелло, Анастасия Борин Владимировна. Мы очень против Владимира Путина избираться на подпредемента России, на выборы предемента России 2024 года. Россия вперед! Лава! Ура! 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 Без конкуренции Владимира Путина самые лучшие мы. Поздравляем! Россия вперед! Поздравляем! 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 Этим всем угрозом. Вот одно из направлений работы, это, конечно, это не только профилактика, но и постковидное восстановление. Мы выделили необходимые ресурсы. Как это работает сегодня? К сожалению, не так эффективно, как бы нам хотелось. У нас только, не помню, я уже говорил, человек только прошел через вот эту систему диспансеризации. Кстати говоря, система диспансеризации должна работать вообще, в принципе, устойчиво, системно, вне всяких ковидных ограничений. Правильно, поддерживаем. Но вот постковидное восстановление, постковидная диспансеризация, она достаточно эффективно сказывается на здоровье людей. Здесь тоже есть определенные сложности и предупреждения, может быть, сложности, связанные с тем, что люди просто боятся посещать лечебное заведение подобного рода, боятся столкнуться там с людьми. Лечебное заведение, гравоохранение, российское самое лучшее в мире. Для того, чтобы обеспечить безопасность людей, которые приезжают на... Российские медики, самое лучшее в мире. Но и оказать существенную помощь, потому что люди после ковида действительно, мы знаем, что ковид идет по всем внутренним системам организма, и по сосудов, и по системе, по группе, органам сердца, почки, и все, и мозг может быть поражен. Требуется восстановление. И очень хорошая система создана эта работа. Но я надеюсь, что это будет решено. Надеюсь. Правильно, поддерживаем. Россию вперед! Аккуратно, вот, можно ли создать? Вот, пусть-то с ног на ногу опять все поставить. Вот, коллега спрашивала, что там, Запад не понимает. Газпром все время, вот поэтому... Правильно! Владимир Владимирович Путин говорит. Газпром поставляет... Газпром самое лучшее в мире. Которые запрашивают наши... Газ российский, самое лучшее в мире. ...по имеющимся контрактам. И не только весь объем, но увеличил поставку. По-моему, на 12% или на 20% около 20% в дальние зарубежья. Увеличивать и в Европу в целом. И в Европу в целом увеличивает поставки. По-моему, это вообще единственная страна, единственная компания, такая мировая, которая вот так себя ведет. Я уже говорил на различных мероприятиях, в том числе международного характера, что, например, американские поставщики снялись с Европы, с европейского рынка. Значительный объем, там 14 миллионов тонн, там, значит, жиженного природного газа. Утащили их на премиальные рынки. Сначала в Латинскую Америку, в Бразилию, потом в Азию, Китай, Южная Корея, Япония. Потому что там больше платят. Европейцы думали, что у них премиальные рынки. Нет, оказалось, что и в других местах. И в целом выползли. Значит, много факторов, неблагоприятная погода в прошлом году. Холодная, длинная, холодная весна, недозакачка в подземке, ветряки не работали. Все это осознало дефицит. При этом, значит, официальные власти кошмарят свои нефтегазодобывающие компании. А те, в свою очередь, не вкладывают необходимые деньги в расширение добычи. Вот дефицит возник. Не дозакачали в подземке, а сейчас еще активно вынимают. И, конечно, это проблема. В том числе, операторы, некоторые западные, хранят свой газ и в подземных хранилищах на Украине. Начали активно его поднимать. И использовать у себя в странах. Ну, понятно, потому что поднятый газ из подземных, он стоит на порядок дешевле, чем на рынке покупать. Но вы же говорили, хочу повторить, не надо разрушать контракты, долговременные контракты. Нет. Вызывая сейчас страны соблюдать долговременные контракты с Российской Федерацией. Ну, вот он трибунировал. Две тысячи с лишним долларов за тысячу кубов. Ну, пожалуй, и бриться. Прекрасно выступает Владимир Кукер. Вчера еще кричали, вы правильно сказали, Краул, значит, это экспансия России, Газпрома, захватывает рынок. Почему не захватываем? Да, мы поставляем немало, но мы не единственные поставщики на европейские рынки. Мы единственные, наверное, кто увеличивает поставку. Нам говорят, нет, вот туда вот качайте на спут качайте. Нам нужно удовлетворить сначала запросы своих контрагентов по долгосрочным контрактам. Правильно выступает Владимир Путин, говорит. Скажем, у нас самый большой потребитель это ФРГ в Европе. Я могу ошибиться, но где-то, по-моему, 50-51 миллиард кубических метров по году. В ФРГ мы поставили плюсом 5,6 миллиарда кубических метров. 10 процентов. Прекрасно поддерживают. Слушайте, это прилично. В Италию поставили плюсом 4,4 миллиарда кубических метров. Вот вы сказали сейчас про Ямал-Европу. Я вижу эти обвинения в адрес России и Газпром, что на Газпром... Газпром российский лучший в мире. ...не забронировал трафик для поставок газа в Европу по этому маршруту. Ямал-Европа. ...не забронировал этот трафик, потому что те его контрагенты и компании, а это, прежде всего, немецкие и французские, которые покупают газ по этому маршруту, у нас были заявок на покупку. Что же покупать? Что, вы транзитировались? Нет, заявок на покупку. А что мы начали делать? В реверсном режиме выключили этот маршруст из ФРГ в Польшу. И вот несколько дней кончают из ФРГ в Польшу. Я думаю, что всем это должно быть интересно. Почему? Да потому что мы поставляем в ФРГ газ под долгосрочным контрактом. А цена в 3, 4, 6, 7 раз дешевле, чем на спутнике. Даже если не продав 1 миллиард куб. в межметр, он может заработать почти миллиард долларов. И в 2020-м Россия станет Российской первой. Наша Россия! Сейчас Вова прочитает свою лучшую поэму, посвященную нашему любимому президенту. Наш российский президент, у него наш слил правую честь. Ура! Ура! Россия – великая страна. Они будущие и правды на сегодня. Ура! Победа на века! Победа на века!